Строна 16, цицкий, 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 дупа. В следующем выпуске Голайн ТВ, powered by the Outlaws. Кристоф Дедровский и Крис Яшенко. Кристоф, скажи мне, какое самое важное событие следующего месяца? Мы имеем полфинау и топ-лиги, но это не важные. Руша ПЛФА 2. ПЛФА 2 – это та лига, которую мы хотим слушать. Лига полная эмоций. Прошлый weekend начинают первые меции. Мы играем за два месяца. Дербио Outlaws, Врослав против Олещенко, Американ Дэй, 4 липца, Стадион Лавка. Крис, ты видишь каких-то фаворитов? Кто, вегу тебе, выгра на поутнию? На поутнию? Ну, myślę, что Outlaws mają большую шансу выграть. Длэчего? Ну, бо добра дружена, dużo doświadczenia. На додаток до того, mocно тренируем уже от 6 месяцев, чтобы приготовить на этот сезен. У нас все тренируем. Ну так, но здесь как-то есть грани зеспо. Какая есть наша сильная сторона? Коуч. Нет. Доброе, Крис. Не видишь ниц, я то повем. Моим здаем нашими мощными сторонами есть очень хорошая кадра заводничка. Маме 11-линиовых офенсивных, 10-линиовых офенсивных, так, без проблем. Так, так, так я надеюсь. Дефенсива есть очень мощная. Маме там ветерану, wielолетних заводников с Panthers, с Giants, с Девил, с Д'Крю, с Белавой Оулс тоже, так? Там есть очень большой потенциал. Ну, то есть то, что мы говорим, что есть большое количество, смотря на то, что было в прошлом году. Дефенс был очень мощный, в прошлом году в прошлом году было много времени в прошлом году было много времени, чтобы подготовить себя. Не было никаких проблем осезонных. И Офенс, и Дефенс есть уроки великолепно чем в прошлом году. Ну, ты говоришь, что Офенсива не всегда была эту экзекуцию. В этом году мы трех квотербеков. Есть наш Мариус Гурецкий, есть Камин Ковалик, который пришел с Волверинс, а вчера в Девил с Б. Ну, и есть тоже Конрад Дармофауа, молодой заводник с Белаваулс, былый мистер полских юниоров. Маме на правде дефт. И так на то, я jestem четвертым квотербеком, так же есть такое забезпиечение. Я пятый. Ну, Кубисник ты вышедший. Так. Ну, ПЛФА 2, потому что есть много дружин, есть много импортных, в общем, чем в Топлице. В общем, может это быть очень интересный сезон. Но кого ты еще типуешь? В Топлице ты, может быть, в ПЛФА 1, но если я типуешь, так. Ну, на поудовом захоте на певно-мотни будут Пантерс Б. Они странили очень много заводников до А-склада, поэтому будет много руки, поэтому мы платили нашу шансу. Моцниками будут Глибице Лайонс. Там вернул Маркин Казимирчак на Кутербека есть хороший ресивер, поэтому они имеют пачки, которые... Мышляем, что Лайонс не дадут рады, но сейчас ставим их на Волгаринс Ополл. Если говорить о поудниево-всхотнию, то мы мощных тигерс, но в спарингах не работали так хорошо, поэтому не знаю, как тигерс, но на поудовом захоте будет преимуществовать. На полноте мы очень интересная ситуация, очень много импортных, выравниванные дружины, мы патриотов, стал Гризли из Горзов Велополских, даже Грифонс в спарингах. Но мы арчерс с двумя импортами, которые были большими проблемами с Шаркс Б, поэтому эта группа ПУНО-ЗАХОДНЯ будет най-чекавшая, там Вышков есть с импортом, Шаркс Б могут быть потенциал, сколь они дали себе рады с арчерс, и наши фаворыци Дюкс с Флоренцем и Гриндакс с Радон, в прошлом году баражиста. Мы грали с Гриндакс и Дюкс в этом году в спаринге. И, скажем, что я тебе заскучил, не были еще в форме, или мы действительно так мощные? Высокие выиграны, по 40 паре до килкунасту, это единственная dominация. И, надеюсь, что в этом году мы так думаем. Соби этого желаем, много людей в нас фаворитов, может, это наш год. Прошли мы быстро через арк-чекавый ПЛФА2. Пройдем до нудной топ-линии. Нудная была два года назад, в прошлом году была так нудная, что я председательная из-за того, что это не не имеет смысла. Все другие прогрессивные победы, которые победили, великая 4-ка, из Лоу-Лантера, из Лоу-Лантера, из-за того, что меции, Пантерс 55, Лоу-Лантерс 47, варсоу-Иглс 38, Сихоу-Лантера 27. И, надеюсь, что это было так нудно, что как это? как это? В прошлом году мы только один мец. Да, и за то интересно, мимо, что это немного, то большие надежды на следующий сезон с шаркс и не говорим, потому что это на самом деле. Но это мы понимали от начала. Но за Гоэмби с Тридерс, то, что сделали с шарксами, то есть годное подзиво. Там, есть великое сердце в этой дружине, есть характер, потяжный polский рдзень. Не трофиали с импортами, не трофиали с тренерами. Но в последние пару недель, как бы, что-то там изменило. Змена тренера, новый, разгрывающий. Я не говорю, что-то как-то 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 на тренерском. И не забываем о других полисках. Та дружина мягкая больше представителей, по-за пантерс. Так. Это тоже показывает, что они не не получили. Как-то 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 придетные мягкие шансы обзоркновения своих умеетностей это даёт рать. это как-то тренер шаркс в загубе стидерс 36, и варссаркс 14. И варссаркс мягкие парни варссаркс ворссав. Сподзевалися этой пары председанем, но теперь не каком-то интересный сезон. Сейчас нет. Иглс не выполнили ожидания, Пантерс прекратили ожидания. Будем иметь единственный поединок. Те же мне так считается. Единый проблем для Пантерс в прошлых лет, и даже в этом году в мециях с Иглс больше контузей, ключевых заводников. Сергея Шунасбур, Давид Тарксињский. Они отпадали через мециях с Иглс. Для Пантерс приоритетом есть пройти через меция сухой ногой, без контузей. Так, бо финал уже будет гораздо труднейший, бо альбо Сеахах с Иглс, с которыми играли, в уебем году, преграли, альбо Лоуэлландерс в Бяуэстоке. Они в этом году два разы выиграли, а Лоуэлландерс тоже выиграли, но Лоуэлландерс не показывали в этом меции всех, поэтому более вырознанный меция будет с Лоуэлландерс. Мимо, что Сеахах с лучшим дружином, они поконали Лоуэлландерс. Не согласен с тобой. Моим здаем Сеахах с показали ostatnio средний футбол, а Лоуэлландерс с тюгодня на тюдень гораздо лучше, гораздо мощнейший, гораздо больше зграный зеспоў, гораздо лучше. Моим здаем недужа привага, но Лоуэлландерс тут заскоксу и внутри и найден на финале зіптэрс. И челиби. И как той историа як Скопчушка, Беняминк в суперфинале зіптэрс, 11 липц, на студене местном в Вросћау. Би-Дэр. Би-Дэр? И чем типуешь вынаг на Пантерс-егалс? В пантерс-егалс будет дуже премида. 35 до 13 для пантерс. Даду пограћ бакапом, но нај, как готовить бакапом, я типую 35 до 6 для пантерс. А Лоуэландерс играм? Это самый трудный меск, потому что в прошлом месе они либо выиграли, либо нет. Были контроверсии в округе сэндзиологии, но не было конклюзиво свидетельств, потому что были только снимки, скринные. Не знаю, что эта пилка не баблала, поэтому некоторые говорят, что выиграли, но сэндзиология была такая и нужно с ней погодить. Теперь вопрос, если им удалось быть так близко и предсказать оценивания. Я думаю, что все зависит от здоровья и их importов. Если они прошли сухой ногой через этот сезон, то лоулендерс могут покинать сэхоуз. Если есть какие-то урады, то один найменьше огниво, один найменьший брак будет безлитошно выполнено через дружину сэхоуз. В минном weekendе мы тоже были мистерство Плфа и лимионов. Это был самый важный момент минного weekendа. Без несоподзианки, пантерс и друниорс оборонили титул. Но для меня несоподзианка, как дружина Белавы порадила себе. Да, хорошо. В прошлом году 5 место, в этом году уже 2 место, мимо, что уже новый склад, сами нови заводники. Это огромное осеньяние. Тут наш продукт говорит, что латва дробинка. Бездура. Стал Горзов в прошлом году 3 место. Мели тоже мощную дружину граффитов в Штецине, где там флаговка была. Там есть большой потенциал, моим видом. Но в этом турнире не было слабых дружин. Мы смотрим на Анжелс, то есть добра екипа. Дудо спарингов. Патриоци Познань. Красная екипа, в прошлом году тоже в полуфинале. Патриоци были организацией этого турнира. На боиску с бюджету оборудовательского, на спортовом Гоу, на Голенцине. Шапе ба. Ладный вид. Очень хорошо им это вышло, так. Крис, а что садишься о формуле 8-особовой? Это были развивки 8-особы, недолго будут 11-особы, как ты оценишь? Моим сданем, иметь и одно, и второе, то есть немного за много. Особенно для юниоров, которые не еще на таком этапе, как даже Телефа 2. Некоторые могут быть физически подготовлены, но в многих случаях это еще дети. Моим сданем, лучше бы было, чтобы юниорцы развивали 11-особы и подготовили до этого аванса высшего уровня, чем 8-особы, потом дальше. Моим сданем. Моим сданем можно говорить о том, что это не так велик. Но есть разница между 8-особы и 11-особы. А как оценишь формула? То есть турнии, а не разгрывки лиговые? Турнии самые тяжкие. Турнии самые тяжкие, особенно для молодых. Потому что если тут есть много мочей в одном месте, то прежде всего трудно их подготовить на следующий моч, потому что нет много времени. По-друге, ну, не да себя укрыть, потому что это очень физический, компактный спорт. И надо им иметь эту минуту, чтобы начать, чтобы подготовить себя. И мец, каждый день, то, особенно для молодых заводников, может быть очень трудный, контузиогенный. Может поводить нечёть. Моим сданем, это должно быть в порядке плей-оффов, а не в турнии. Турнии, а для флаговки. То есть окей. То есть интересная концепция. А я так себе подумал, как сделать анализу противника, как у вас четыре противника до анализования, потому что не знаешь, что ты играешь на почтку, а потом не знаешь, что дальше. Четыре, а даже осьми, зависит от того, кто там оценит. Не ма этого филморка, который молодым заводникам очень нужен, потому что они должны быть тактичным очень мощным способом подготовить, потому что это им да повно привагу, как они в днии, как они в днии. Так. Я до конца не согласен с теми аргументами, что три меции это много в течение одного дня. Потому что это кроткие меции. Час летит шибко. Там, наверное, есть кротые минуты. Поэтому это шибко взлетает. Моя широкая лавка, даст пограсть всем. Потому что это тоже важно в разговорах в минутах. Чтобы все играли. Чтобы не было так, что впускали гостя на два снапы. Потому что он играет квартэ, две квартэ. Даже если он не готовит, потому что они не готовы. И мне кажется, что от пианистов не стоит это вытримать. Счególно молодой организм. Я помню, как мне было 18 лет, то было не до затримания. Ничего меня не тыкало. А сейчас все боли. И так же видят по наших молодых заводникам, что они хорошо работают. Они не имеют в уголе контузии. Как достают потяжные стрелы, то встают, у них нет. У некоторых так, у некоторых нет. Но им дальше идешь в те меции, им меньше это меции, тем меньше потенциал на контузию. Да, это правда. Это не безопасно. А мы также помним, что молодые заводники не так подготовлены, даже как молодые заводники в ФЛФА 2. Часть из них, которые еще не начали ходить на силовую, уже не ходят на силовую. Они не были физически подготовлены с этой стороны. Они еще не имеют этого доставления, не имеют этого подъезда, который наберутся с часом. Ну, сказали, что сами Рукисы, а в Ружине Пантерс сами ветеранин. Режур Ларри уже третий сезон. Занимировал 9 Interceptions в целом турнии. Три меции. В меции финаловом он получил Interceptions на touchdown на тачдан, на флаге. Был тоже Давид Диев, который второй год играл, отличный ресивер. Он получил подание на финаловый меции, тоже в финаловом меции. Но в четвертом квартале он получил решительные пункты. Это отличная вещь. У нас тоже Кат Праудака, который dominует и еще в прошлом году будет юниором. То есть в гуле фрик офф натюр. И мы много заводников, которые вернулись по прошлому году. То есть дружина достаточно. Но есть много аргументов за и против. Я считаю, что тут должно быть одиннадцатый и формат плей-оффов. Ну так. Было бы хорошо. И это все с тем, что тренерцы дружин с того, что я видел по турнию. Завидевали. Да. Да. Если вы знаете кого-то, а вы сами интересны, вы будете лидеркой для процлав от вас. Намиары на экране сконтактуйте. Приклидерки за все споко. А сейчас даем голос до Кристика Крсемина. Он, как обычно, с анализами. А мы с вами загнёмся. Снимайте себя. До свидания. Он,… все, цвету асклассно. Усть. Галина. Ли. Галина. Дальше. Дома. Можем лицо. Что заповんで проведем. Галина. 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 Галина на всех репертуарах. Футболу. Уплаты. Амир. Заслона. Почему такая название? Потому что заводники осуществляют бегущего с игроком коллеги. Это акция подания, которой целью есть вцеление агрессивных игроков из линии дефенсивной в сторону quarterbackа, который лобом подает до одного из заводников, который линейная офессивная творит своего рода кордон. Акция, которую я хочу вам показать, походит из меча Пантерс-Wарсов-Wарсов-Иглс, из меча разгрыванного в Врославе, в конце первой половины. Пантерс вышли в установлении на четыре wide receiverы, которое, как все знают, в этом сезоне будет выполнено в пикельне, в безопасности. Ничего странного, что Иглс устали двух сейфти далеко с тылу, вышли на пять корнер бэков, на пять фэнсив бэков, и сподзевалися двух игров подания. Гра подания была, но не такая, как Иглс оценивали. Все четыре wide receiverы Пантерс по-просто побегли до przоду, чишчусь поле для właściweей загрывки. Тут все сделало zupełnie пусто. Тен лайнбэкер от падал до тылу, до крыча. И наглэ этих трех заводников дало się минять практически целой линии defensивной Орлув. Однако Кайл Израэлл подаћ до уcieкающего Маркуса Симса. Тех трех заводников побегло tutaj на волное поле и начало блоковать. За chwilку покажем вам это на фильме. Звройте внимание, в какой способ Маркус Симс использует своих трех блокеров. Он не пэдди на зламание карту пред себе. Он чека chwilę, дает им возможность знализирования оброўцов, заблокования их и, деки тому, здобуло додатковых килка ярдов. Попачьте. Это уже все на сегодня. Мам надежа, что за тюдень по полуфиналах буду мил немного интересных акций до занализирования. Деки за то, что смотрели, что были с нами. Не запомните, чтобы подписаться на наш канал. До свидания за неделю. Да, ты с нами нашел за хозяй.